Здаро, дружище! И да, последние часов 30 я пропадал в этой игре и более того, буду пропадать еще больше. Это пиксельное чудо от студии Мертвый Маг из Ирана покорило мое геймерское сердечко. Пройдя сюжет, я получил такой прилив радости и восторга, что отложил видосы по Вархаммеру, Алан Вейку и Dragon Age Origins, чтобы рассказать о ней. Children of Morta забирает свой мир и не отпускает до самого конца. Очень крутой визуал, вот, без шуток, он меня больше вдохновил, чем недавний год of War Ragnarok и Callisto Protocol. Потому что тут ты в первую очередь видишь не просто очередную гонку за некстгеном, а творческую составляющую создателей, которые из простого набора пикселей сотворили нечто, что оставляет постоянное желание рассматривать все вокруг. Что же касается музыкальной составляющей, она очень приятная. Плейлист, кстати, с музыкой в икшку я добавлю, ссылка будет в описании под видео. А голос наратора, просто послушай голос рассказчика, который описывает нам жизнь семьи, квесты, сюжеты и прочее. Такое чувство будто как в детстве, когда брал какой-нибудь сборник сказок на кассете, включал в плеер и слушал на ночь. Что же касается геймплея, тут бы я его разделил на две части. Сюжетная кампания и испытания. Сюжетная часть погружает в историю мира и семьи, где система прокачки завязана на коротких вылазках в разные уровни за любого из членов семьи. Их прокачка и распределение очков навыков для открытия и улучшения способностей. Такой вот поступательный роуглайк, без возможности пройти все одним заходом, так как каждая победа над боссом уровня возвращает к семье, чтобы обсудить с ними произошедшее. А испытания в свою очередь становятся привычным длинным забегом через несколько уровней, где у героев уже есть все способности. А с каждым левелом можешь позволить себе выбрать таланты, которые улучшат скиллы, атаку, выживаемость и так далее. И в целом система вспомогательных бафов, талисманов, благодать, реликвий теперь можно будет прокачивать, получая улучшенные их версии. В обоих случаях не будет такого, что локации одинаковые. Тут конечно ничем не удивишь, ибо практически все проекты данного жанра имеют процедурную генерацию локаций. Но что круто, локации действительно разные, и каждый новый заход по-прежнему остается интересным. И в любом режиме останутся знакомые еще с Диабло Алтари, которые на некоторое время бафуют на прокачку опыта, крит, шанс, больше денег и так далее. Если режим испытаний направлен на максимизацию боя, без сюжета, без допквестов, без секретов, то сюжет прекрасно дополнен всякими секретами и мини-играми. Например, угадай правильную платформу и получи приз, или же получи от мобов. Поиграй с богом в пинг-понг и получи соответственно награду, да даже просто побегай за странной птицей, чтобы получить ее яйцо для снятия негативных эффектов с персонажей. К тому же, сюжет предполагает, что ты будешь играть за каждого из героев, потому что играя за одного и того же, буквально через пару заходов на нем будет висеть проклятие, которое снизит хп в два раза. И что круто, мало того, что каждый из героев максимально не похож на предыдущего во всех смыслах, тактика игры, механика и геймплей постоянно заставляют переучиваться, что лично мне очень понравилось. Например, Джон, типичный паладин, который может блокировать дамаг, так и неплохо контратаковать. Дочь Линда, лучник, способный доставить немало проблем противникам на дистанции. Младший сын Кевин, пылкий в меру своего пубертата юноша, который скорее какой-то берсерк с инвизом. Плюс, не забываем, у нас не просто персонажи, это целая семья, а значит и прокачка каждого в отдельности бафнет сразу всю семью. Например, качая отца семейства, у всех героев растет хп, плюс потом каждый сможет один раз умереть без последствий. Суетной Кевин повысит крит, а наша лучница скорость передвижения. В итоге тебе выгодно качать всех, что влияет не только на комфорт прохождения, но и тебе не скучно, так как геймплей постоянно меняется. Что особенно мне понравилось, так это то, что игра награждает тебя за смерть развитием сюжета. Открывает новые комнаты, дает новых персонажей, показывает новые рассуждения героев о происходящем. Смерть перестает быть скучной, так как несмотря на горечь поражения, тебя всегда ждет нечто новое, а не просто респаун в той же локации. И еще немаловажный момент, игру можно проходить не только в соло, но и в пати, что еще больше создает разнообразие геймплея и фана. А теперь я предлагаю перейти к сюжету. Если тебя не увлекла обзорная часть и не побудила к прохождению самостоятельно, то смело можешь переходить к сюжету. А если зацепила, рекомендую остановиться, пойти и пройти игру, получив собственную дозу восторга. Вернуться и вместе со мной вновь пережить эмоции от истории. Переходим к сюжету. Маргарет чувствовала, что надвигается что-то зловещее и хотела найти ответы, однако Рэй Адана молчала. Единственное, что прозвучало в ее голове, неужели опять? Интересный момент, раскрывающий нам, что бабуля семейства уже очевидно сталкивалась с подобным, и она явно не так проста, как кажется. Собрав семью, она поручает главе семейства Джону исследовать святилище Рэи, подарив перед этим божественный осколок. От брата же Джон получает меч, а от жены с дочерью поцелуй и объятие. Джон встречает первые симптомы местной скверны, а также наблюдает картину великолепного мира, в котором обитают наши герои. Добравшись до нужного места, ничего кроме скверны и павшего святилища мы не увидели. И тут уже в нашей голове окончательно закрепилось, что придется постараться описать своей семье, что вообще происходит. Оказавшись дома, Джон описал увиденное, на что Маргарет лишь подтвердила то, чего все опасались. Долг нашей семьи – противостоять скверне. Младший сын Кевин тоже хотел внести вклад. Тем более, что его старший брат Марк был довольно далеко. Марк больше года назад покинул дом и ушел жить в монастырь в чащий лес. Маргарет понимала, что для противостояния злу, как это уже делали предыдущие поколения, нужна сила святилища. Святилище Бергерсонов – подарок Рэи, с помощью которого можно было открывать врата и путь к источникам скверны. Но прежде чем отправиться в путешествие, бабуля дала небесный осколок. Кусочек того самого кристалла, который позволит вернуть нас, когда мы окажемся на грани жизни и смерти. Первый дух, за которым мы отправимся, находится в глубинах пещер. Первая смерть не заставила себя долго ждать. По возвращению Джона Маргарет попросила Бена подготовить мастерскую. С ее помощью мы можем усилить возможности семьи, увеличив ее боеспособность и выживаемость. С этого момента наше семейство может увеличивать заморву, то бишь золото, параметры хпс, скорость, уклонение, крит и дамаг. Причем свойства не касаются лишь одного персонажа. Постоянный баф получает сразу все семейство. Вновь отправившись в пещеру и пробравшись глубже, перед нами предстал обитель Энайдаи, во все ее зловещие, но все же завораживающие и величественной красоте. А вот и чудовище, что преграждает нам путь к духу, встреча с которым становится все ближе. Одолев восьмиглазое чудо, Джон вернулся к семье, чтобы обсудить произошедшее. К тому моменту дядя Бен сделал Кевину кинжалы, которые помогли бы раскрыть его потенциал. Оружие в руках Кевина было не только изящным, но и безумно смертоносным. Дядя Бен видел перед собой природенного бойца, однако сердце матери не было готово к такому. Конечно, Кевину только и оставалось, что не хотят ложить кинжалы и грустить. Затем Кевин пропал и вся семья была обеспокоена. Но вскоре он объявился без единой царапины и держа в руках мешок с добычей. Однако родные не оценили его прыти, особенно Джон, который злился на то, что сын подверг себя опасности и заставил семью беспокоиться. В ожидании очередного выговора Кевин сидел у окна, но к его удивлению, когда в комнату вошли отец с матерью, вместо осуждения отец решил обучать его искусству боя, так как впечатлился мужеством своего сына. Что ж, Король Пауков был повержен и дальнейший путь открыт. Пора отправляться в потерянные рвы. Люси с криками вбежала в дом от увиденного. Скверна уже на пороге дома, что одолела местных животных. Также Кевин и Люси нашли раньше задуманного загонщика с животными. Теперь местная фауна за уход за ними будет давать бонусы нашей семье. Увеличивать опыт, шанс крита, удачу и так далее. Правда уточню, приют для животных это часть DLC, которую я приобрел сразу с игрой. И собственно рекомендую, так как позволяет получать крайне полезные дополнительные бонусы и помогает комфортнее проходить игру. Да и в целом глазу приятно. Единственная конечно печаль, что баф не постоянный. И с каждым заходом нужно кормить вновь животного, иначе баф постепенно сходят на ноль. Что в принципе логично, животные постоянно хотят есть, поэтому их нужно постоянно кормить ради бонуса. Но тем не менее этот момент нужно знать. На следующую вылазку отправился Джон, чей боевой опыт позволил пройти до самого конца. Пред ним явился новый враг, но когда казалось бы, что с ним покончено, ему на подмогу пришел еще один. Но нашему Джону все не почел. Новый враг побежден и новый путь открыт. Пора вернуться к семье и все обсудить. В тот же миг домой вернулся Марк. Измученный, но главное живой. Он пришел предупредить семью о масштабах надвигающейся скверны. Марк довольно быстро пришел в себя и был готов присоединиться к героическому походу своей семьи. Марк монах, чей стиль боя полностью оправдывает принадлежность героя. Ему не нужно оружия, ведь нет ничего сильнее и опаснее, чем его кулаки и ноги. Монаху из Диабла 3 привет. Пробираясь к духу, мы наткнулись на волчонка, чья мать погибла, защищая его от порождения скверны. Но волчонок и сам был готов до последнего защищать тело своей матери. Мы спасли волчонка и теперь он станет частью нашей семьи. Вот она, Энайдая, мать зверей и дух страданий, заточенный в скверне, который охраняет камень. Камень, в который скверна вдохнула жизнь. Помеда над ним позволила освободить духа от хватки скверны и заручиться его помощью. Он поведал нам, что три духа поклялись в верности горному богу Оу. Они желали покоя, но Оу хотел их испытать. Когда испытание подошло к концу, ждал лишь страшный конец. Ведь Оу обрушил свою месть на детей Реоданы, запятнав Рею, то есть землю скверной. Пора двигаться к следующему духу. Джон отправился дальше, навстречу и освобождение следующего духа. И столкнулся с предводителем крыс, чьи пальцы были крайне острые. Победив его, мы открыли дальнейший путь в священном городе Энай-Рахи. Духа ветров и погоды. Вновь начав возвращаться домой, Джон почувствовал странную тревогу, которую никогда не испытывал. Его опасения не были напрасны. В комнате возникло чудовище, которое забрало жену с его нерожденным ребенком. Конечно же, Джон отправился, не раздумывая за ней, в глубины оскверненного леса. Вот она, совсем рядом. И пусть чудище огромное и опасное, это не важно. Ведь Бергерсоны сражаются до конца. Чудовище побеждено, дорогая жена освобождена, но на этом все не окончилось. Чудище вдруг возродилось и с новой силой набросилось на нас. Как вдруг из ниоткуда появилась бабуля Маргарет, которая, отдав последние силы, окончательно победила порождение скверны, хоть и ценой своей жизни. Джон и Бен получили письмо покойной, в котором был страшный секрет. Оказалось, чтобы остановить скверну, нужно принести, оу, жертву новорожденное дитя. Их дитя. И хоть один член семьи покинул нас, появился новый. Сын Бена, ребенок его возлюбленной Шейлы, с которой он был когда-то, и спустя долгое время уже забыта причина, почему они расстались. Бен не мог прекратить смотреть в глаза Джоуи, который так напоминал глаза Шейлы. К сожалению, когда-то возлюбленная уже погибла, но прикосновение сына его успокоили. Теперь в нашей семье новый герой, чей огромный молот, пусть и неповоротлив, зато позволит медленно, но верно разрушать ряды полчищ скверны, что встанут на нашем пути. Джоуи – настоящий громила, который способен крушить все на своем пути. Но то не единственный гость на сегодня. Кевин и Люси заметили в небе дракона, которого оседлала женщина с далекого севера. Нашей семье было очень интересно, что ее привело сюда. Девушку звали Апан, и она поведала о знаниях борьбы со скверной. Она – жена вождя племени, и в одиночку отправилась к нам, чтобы помочь. Апан в бою хороша на средней дистанции, и ее массовые атаки помогают удобно расправляться столпами врагов, не подпуская их к себе. А вот и Иная Раха – дух вольного ветра, ныне прикованных земле, которого охраняет очередной тюремщик, с которым Джонг, конечно же, справился. И вот мы освободили второго духа, чья помощь также будет неоценима. Иная Раха поведал нам будущее. Им предстоит вступить в битву, и в шаге от победы, потеряв силы сражаться, они склонились перед Оу и принесли в жертву своего младенца. Но прошло время, и месть Оу вновь обрушилась на мир. По сути, предназначение Бергсенов – это жертвовать своим новорожденным ребенком, чтобы спасти всех на какое-то время. Мать поразила злоб и лихорадка, от чего можно было избавиться, только сделав футюшку семян из одного дерева. Правда, оно тоже подверглось влиянию скверны, поэтому нужные ингредиенты пришлось брать силой, с чем отлично справилась Люси. Одолев чудовище и получив семена, она вернулась домой, чтобы скорее помочь матери. Всего один глоток, и Мэри была вылечена, после чего настал тот самый момент – ребенок готов появиться на свет. Но главная проблема – горный бог Оу, которому нужно дитя. Джон взял ребенка на руки, и все, о чем он думал – жизнь. Но что же делать? Неужели придется отдать родного ребенка ради спасения мира? И нужен ли Мэри мир без ее ребенка в нем? Что за страшная судьба могла придумать такое? Джона разрывали противоречия. Неужели Хоу погибнет сегодня? Нет. Жертва бабушки уже была последней каплей. Больше жертв не будет. В наших силах прерывать цикл несправедливой судьбы. Пришла пора отправиться за последним духом, что поможет нам добраться до Оу. Но чтобы освободить духа, мы вынуждены сразиться с его устройством, которое должно было служить городу, но скверно овладело им. И вот, после победы, дух заговорил. Блудный сын небес, пришедший из космоса на нашу землю, стал горным богом. Точь Реа похитила его сердце, оставив на нем имя Реодана. Они стали счастливыми супругами. Оу хотел возвысить детей Реа. Для этого создал трех духов. Три воплощения своей мудрости, что помогут жителям Реа и будут охранять их покой. Все было хорошо, они были счастливы, пока Реа Дана не родила дочь. Оу не любил ребенка и ревновал. Его злость врывалась на Реа Дану, и она покинула его. Оу все это время лелеял свою обиду и полностью утонул в своей злобе. Так и появилась скверна. Теперь, когда нам все стало известно и духи открыли проход, пора нашей семье поразить причину скверны, горного бога Оу. И сражаться мы будем не одни. Нам на помощь пришла вся семья. Практически поразив его, Оу ранил всех членов семьи, поэтому пришлось под защитой духов добраться до каждого, чтобы все вместе нанести финальный удар. И бросив все свои силы, семья набросилась на горного бога и одолела его. Оу, оставшись наедине со своими страданиями и никчемностью, думал только о том, чтобы покончить с этим, погрузившись в вечную тьму. Но милосердие Реа Даны взяло верх. Время супругов в разлуке стерло все обиды, переживания и плохие воспоминания. Они вновь едины и теперь вознеслись, пути не покинули мир. О семье Бергерсонов поручили хранить местные небеса, горы и земли. Да, это конец истории. Но не история о героях, добре и зле, а о семье и любви, которая способна на все. Как защитить близких, так и прощать их. Вот такой крутой сюжет игры, с интересной линией, развитием и мыслями о важности семьи и любви. Рад, что такие проекты существуют. Проекты, которые не требуют огромных бюджетов, которые взросшены буквально на донаты людей, которым была просто интересная идея. В итоге мы получаем полноценный красиво сшитый продукт, который приятно играть. А на этом у меня все. Спасибо, что досмотрел до конца. И до скорой встречи, дружище.